Всем привет, друзья, вы слушает SD-Cast, уже на дворе аж целый 92-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Илья Космодемьянский, один из основателей и директор компании DataAgrid, которая занимается разными постгрессовыми и не только штуками. Илья, привет! Привет, Костя, всем привет! Да, ну, по традиции расскажи чуть больше про себя, вообще, как ты давно и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир. Ну, как многие, наверное, я попал отчасти случайно, я не профессиональный айтишник когда-то был, и вообще, как бы, увлекался больше всякой биохимией, биологией и тому подобными вещами, но в какой-то момент по своей, там, основной деятельности я занялся биоинформатикой, и меня очень быстро не био, а обычная информатика как-то так... Поглотила. Поглотила и утащила, да. Я некоторое время занимался системным администрированием, разработкой. Ну, разработкой я бы не сказал бы, чтобы суперуспешно, это все-таки, как бы, люди делятся на разные категории в данной ситуации. Одни хорошо что-то могут разрабатывать, другие хорошо делать так, чтобы... Если работает, не трогай. То есть, как бы, поддержкой занимаются. И, естественно, это закономерным образом в моем случае вот эта вот вторая штука привела меня к базам данных, которыми я уже так основательно давно занимаюсь, там, больше 10 лет. И я работал с разными базами данных, в какой-то момент стал консультировать и заниматься такой контрактной работой, что привело к тому, что мы сделали DataAgrid с моим приятелем Максимом Багуком. И сейчас это уже, как бы, такая контора, которая занимается много для кого поддержкой PostgreSQL. Ну, вот, пожалуй, как бы, если кратко, то как-то так. Хорошо, да, краткая версия понятна. Давай, может быть, чуть-чуть такие пойдем, больше какие-то технические, философские вопросы. Давай, я за. Ну, да. Смотри, вот вы даже выбрали PostgreSQL, но как бы начиналось это все довольно-таки давно. Скажи, почему вот как-то выбор пал у вас там на PostgreSQL? Хотя в то время, я так понимаю, если там говорить 10-15 лет назад, то, в принципе, наверное, еще все же более, так сказать, доминировал на рынке там какой-нибудь MySQL или, я уж не знаю, если говорите, там, open-source. Но Oracle, наверное, он всегда, в принципе, был такой, но это больше такой enterprise-вариант, наверное. И там, наверное, хватало специалистов, которые его могли там что-то подсказать. Ну, это, на самом деле, очень большая тема. Опять же, какой-то элемент случайности, конечно, был просто там, где мы работали и так далее. Наверное, изначально был по некоторым историческим причинам PostgreSQL, и поэтому, может быть, мы как-то с ним так начали работать, оба я и Макс. С одной стороны, да, тогда была некоторая идея, что вот MySQL, он там чем-то лучше даже. В принципе, в те времена еще беседовали на тему того, кто быстрее. То есть, как раз тогда вышел четвертый, по-моему, MySQL, который был переписан на C++. Был такой хайп по этому поводу, и как-то так обсуждения всякие были на тему того, кто круче. Но, как бы, исторически мы работали там с PostgreSQL, там, где мы работали. И, в принципе, это была такая традиционная ситуация для Рунета, да. То есть, для российского веба, высокопроизводительного, слово «helloat» тогда не было. Его Олег Бунин придумал на пару лет попозже. В принципе, тогда, конечно, были такие большие кластеры. То есть, были компании, которые очень любили MySQL, были компании, которые очень любили PostgreSQL. Но, в принципе, как бы распространение PostgreSQL в российском интернете, оно было такое впечатляющее. То есть, может быть, даже больше, чем где бы то ни было. То есть, в России, как бы, корни PostgreSQL такие большие. Ну да. На Oracle тупо, как бы, в те времена я вообще не знал, что такое Oracle. То есть, ну, как бы, я с ним там где-то там сталкивался пару раз когда-то. Но, в принципе, на Oracle в интернет-проектах денег не было ни у кого. И поэтому, как бы, DB2, Cybus, Oracle – это все была такая для интернета экзотика. Чуть позже я с ними тоже плотно столкнулся. Но это уже было, скорее, там, ближе к телекому, да. То есть, поэтому, как бы, изначально случился PostgreSQL. Потом, когда мне базы данных стали интересны, и пришлось в них больше закапываться, понятное дело, что пришлось, там, разбираться со всеми, в том числе и с MySQL, с Oracle, с DB2. Ну, просто потому, что база данных – это, в общем, такой очень старый piece of software, который, в общем-то, внутри похож, да. То есть, есть там, понятное дело, такие сторожи, как новомодные, там, хотя уже, конечно, 10 лет говорим, что новомодные новой SQL. Ну, сейчас уже, да, вот этот цикл, там, наш SQL, новой SQL, new SQL, там, и что дальше будет. Ну, да, дальше еще что-нибудь придумают. То есть, эти вещи, они, как бы, все очень похоже устроены. То есть, например, там, у MySQL, вот как я смотрю, хотя, не знаю, придет слушать это Алексей Копытов, опять что-нибудь найдет, что мне возразить. Ну, впрочем, как бы, он всегда это конструктивно делает. Но MySQL, например, это был, изначально была очень интересная попытка сделать такую базу данных, которая внешне похожа на базу данных, а на самом деле устроена по-другому. То есть, там, МАИСом, вот эти вот все вещи, то есть, как бы, такая простая штука, там, нет таких строгих транзакций, как в остальных базах данных. Но, на самом деле, цикл развития MySQL показал, что все равно все базы одинаковы, да, то есть, путем, может быть, там, каких-то больших инвестиций времени и усилий разработчики MySQL постепенно-постепенно пришли ко всему тому же, да, то есть, там, появился сторидж с нормальными транзакциями, появилась там более серьезная поддержка стандарта, хотя с какими-то там своими особенностями. То есть, в принципе, все базы данных, они устроены очень похоже, и там есть общая теория, поэтому, как бы, когда я стал заниматься базами данных более серьезно, я стал, конечно, залезать там и в Oracle в тот же, потому что многие вещи технологически там сделаны очень круто, есть огромное количество информации по этому делу, то есть, как бы, осваивать это все полезно, да, то есть, как бы, баз данчик должен быть таким, как бы. Я вот за что люблю Oracle, тоже, как бы, в свое время так с ним очень плотно поработал, да, и там даже каких-то там всяких сертификатов набрал, что, действительно, у них его очень классная архитектура, и вот документация, конечно, просто бесподобная. Там вот, ну, ее, правда, тонны, то есть, что не документ, так это там 800 страниц какого-нибудь PDF-ка, да, но зато там можно найти все, но ребята, как бы, в это дело вкладываются, да, да. Ну, у них есть много таких особенностей, то есть, например, если так вот навскидку, там, вот я хочу изучить MS SQL Server, да, с чего мне начать читать, да, то есть, тут, как бы, возникает куча там разных, сколько людей, столько и мнений, там, надо такую доку почитать, сякую доку почитать, по уроку таких вопросов вообще не возникает, да, то есть, есть, там, не знаю, книжки Тома Кайта, ну, да, да, как минимум две штуки, да, которые ты просто, как бы, начинаешь читать, а дальше читаешь документацию. То есть, в принципе, с этой точки зрения, у них там всем надо учиться, они делают это очень круто. Вот. Если честно, как бы, черт его знает, мне нравилось работать с Oracle тоже, если уж так говорить, то есть, в принципе, технологически для вот такого, техноманьяка, для администратора, консультанта, Oracle – это крутейшая вещь, да, то есть, он очень все хорошо умеет делать, он распространен, там, как бы, работаешь с ними, работаешь, и, в общем-то, тебе такое счастье. С точки зрения уже, как бы, такого дальше бизнеса, мне, честно говоря, Pathgres в этом смысле нравится больше, по той простой причине, что у тебя, как бы, больше свободы и вовлеченности, да, то есть, когда ты работаешь с Oracle, ну, как бы, да, ты можешь там своим клиентам много чего хорошего сделать, потому что, как бы, продукт сложный, люди занимаются развитием своих собственных продуктов, своего собственного бизнеса, а не вопросом, как им сделать лучше базу данных, и как сделать так, чтобы она хорошо себя чувствовала, поэтому там, как бы, работать тоже дофига, на самом деле, даже несмотря на то, что специалистов много. Но, когда ты работаешь с опенсорсом, это, как бы, интереснее, да, то есть, ну, вот, работаешь ты с Oracle, и ты не знаешь, что будет в следующем релизе, и даже, в общем-то, только по слухам можешь догадываться, когда он будет. И таких случаев, конечно, прям вот, настолько очевидных не возникало, но чисто теоретически, там, сегодня под нашу музыку можно делать вот так, а завтра вот так. Нет, нет, ну, вендор локин, он всегда такой, как бы, при всех плюшках всегда, как бы, есть некий вот этот элемент риска того, что компания-вендор может что-то там придумать, ей там в голову взбредет, немножко свернуть там в другую сторону, да, и это не всегда может пойти, как бы, вот в том же направлении с твоим бизнесом, там, или с бизнесом заказчика, ну, то есть, клиентом, который установлен. Да, и самое главное, если, как бы, ты стремишься делать не такой вот бизнес, как сейчас считается модным, да, то есть, не знаю, сделал очередной Uber, захватил весь рынок, а если ты хочешь более-менее на органическом росте жить и потихоньку развиваться в удовольствии себе и своим клиентам, и своим сотрудникам, то это, на самом деле, как бы, ну, не очень вяжется, да, потому что вчера ты говорил клиентам одно, а завтра говоришь клиентам другое, да, то есть, если ты, как бы, сейчас серьезный вендор Oracle, то ты начинаешь всем объяснять про то, что нужно идти в облака, что нужно делать, там, облака, имена Oracle, облака никакие другие, то, что вот Силзы их сейчас, да, продают. Ну, да, в принципе, если у тебя вменяемый клиент, он как бы, ну, дядь, ты же нам несколько лет назад говорил, что облака не тянут вот этого, вот этого, вот этого, да и вообще говоря, мы тут видим, что, там, не знаю, Oracle реализация облаков хромает. Ну, да. Ну, и как бы ты себя будешь чувствовать, так сказать, немножко неважно, да, OpenSource в этом смысле, конечно, приятней. При всех его косяках, да, то есть, как бы. Ну, да, да, слушай, ну, знаешь, вот хочется немножко еще так вернуться назад на тему там, что все базы примерно одинаковые, вот, в принципе, наверное, если говорить про, ну, наверное, в принципе, относится, можно сказать так, про все, грубо, да, но, наверное, в большей степени это все же мы так, в контексте, наверное, RDBMS, который именно Relation Database, потому что там вполне понятно, как оно должно устроено, вот там что-то, что такое транзакции, там. Потому что на SQL, который, ну, может быть, только сейчас, вот как-то спустя, там, не знаю, те же самые 10 лет, когда как-то это начало устаканиваться, все тоже осознали, что на самом деле просто быстрое, там, какое-то хранилище JSON документов, оно хорошо до определенной степени, да. Дальше люди начинают так же хотеть транзакций, они начинают так же хотеть всякие устойчивость, там, и пятое-десятое, да, вот. А вот в RDBMS, как бы, там все понятно, вот SQL, все хорошо, как бы, там, Postgres, MySQL, все тоже были разные, и вот как-то вот эта идея тоже стандартизации, она, ну, в смысле, подхода, там, к стандартам, чтобы не у каждого было все по-своему, да, она как-то тоже, мне кажется, сформировалась как вот эта культура, как именно такое важное, имеющее важное значение тема, тоже не так уж давно, на самом деле, то есть, там, 10-15 лет назад все делали кому как нравится. Ну, какой-то там ANSI 92, наверное, в каком-то виде все поддерживали, ну, просто что, потому что SQL, да, у всех есть, вот. Но все же было очень много различий, вот как тоже ты, так сказать, на это смотришь, что думаешь, как бы, как вот это, может быть, какие были там предпосылки, как ты думаешь, вот почему оно в итоге все же так вышло на какую-то стандартизацию? Ну, тут, как бы, следует различать, на мой взгляд, стандартизацию и то, почему оно все так выглядит, да, то есть, с одной стороны, ну, как бы, можно придумать дофига стандартов, он там, сколько сейчас стандартов XML существует, да, и все равно каждый будет хоть в лес, хоть по дрова, потому что это, в общем-то, такие вещи, существующие в головах у отдельных там архитекторов. Давайте придумаем вот такой вот стандарт, и все равно там один парсер будет так парсить, а другой вот эдак, да, с базами данных тут ситуация немножко другая. С одной стороны, были люди, которые всегда шли в ногу со стандартом, и при том с незапамятных времен, то есть, это вот DB2 долгое время это был стандарт, да, то есть, тут, как бы, что уж об этом говорить, то есть, у них всегда все было очень так аккуратно и так далее. Был параллельно ей Oracle, который в значительной степени позиционировался сразу, как такая коммерческая база данных, то есть, у них там не было версии 1, чтобы лучше продавалось, потому что люди не верят в версию 1. Они заранее делали такую бизнесовую очень вещь, и, естественно, как бы, с таким виженом продукта, там часто появлялись какие-то такие штуки, вот, не знаю, большой заказчик хочет инверсные индексы, мы сейчас ему быстренько запилим инверсные индексы, вот, поэтому в Oracle всегда были какие-то такие очень ракловые штучки, там, джойны с крестиками, там, хинты очень своеобразные, там, я не знаю, ну, в аналитических запросах, например, там, у них долгое время не было таких нормальных человеческих CTE, Common Table Expressions, да, у них были там свой синтаксис для того же самого, который зачастую был не очень тривиальный, вот, но это как бы такая, что ли, витрина, не витрина, да, то есть, какие-то такие вещи, которые, с одной стороны, очень бросаются в глаза, с другой стороны, они не настолько, как бы, важны. В принципе, если мы будем смотреть, например, на алгоритмы обработки транзакций, да, ну, в каждой базе данных есть блокировки, есть борьба с дедлоками, есть, соответственно, в каком-то виде Multiversion Concurrency Control, MVCC, да, и эти алгоритмы, они, конечно, реализованы по-разному, но, в принципе, они все друг друга напоминают, просто потому, что есть, как бы, такая единая теория, да, то есть, там, какая-то, там, область человеческой деятельности, она хорошо работает, когда, там, все школы, грубо говоря, которые в этом работают, они имеют что-то такое, о чем они согласны, да, то есть, вот, с одной стороны, как бы, алгоритмы обработки транзакций, они являются такой общей теорией, вокруг которой базы данных строят всю свою машинерию, да, то есть, там, без блокировок не бывает, там, нормальной базы данных, да, там, как ни крути, в каких-то вещах что-то приходится изобретать, и, на самом деле, как бы, если мы посмотрим на историю зрелых, там, новой SQL решений, они постепенно, постепенно, вот уже не первый год делают какие-то, там, более-менее серьезные транзакции. С языком SQL, на самом деле, та же самая примерная история. Все, как бы, любители императивных языков его, естественно, не любят, потому что это не похоже на то, к чему они привыкли, кто-то, наоборот, там, очень любит SQL, но, там, у него есть ограничения, как и у революционной модели в целом, но, в принципе, это вещь, которая очень долго живет, и если мы посмотрим на какие-нибудь, там, технологии, призваны избавляться от SQL, типа, там, URM-ов, то мы увидим, что они, на самом деле, тоже, как бы, немножко дрейфуют в эту сторону. Они изобретают какой-то свой SQL-подобный язык запросов, или не SQL-подобный, но, как бы, призванный лучше манипулировать данными. Стандарт стандартом, но причина того, что это вот так, это, скорее, то, что эта технология просто очень хорошо для этого предназначена, да, то есть у нас есть революционная модель, которая очень хорошо помогает оптимизировать запросы, то есть на ней очень удобно оптимизационные задачи решать, поэтому, как бы, данные можно доставать эффективно. И есть SQL, которая позволяет декоративно из, там, какого угодно стороджа, черт знает, как устроенного, эти данные доставать оптимальным способом, благодаря вот этому. Ну, вот-вот-вот, да. Поэтому, как бы, даже не обязательно, чтобы все там супер соответствовало стандарту, там, в последних там релизах Postgres регулярно, несмотря на то, что эта база данных очень, как бы, старается следовать стандарту, да, там, совместимость с SQL-2011, в каждом релизе есть какая-то мулька, которая, там, делает эту совместимость еще большей. Вот, то есть, с одной стороны, как бы, есть стандарты, это хорошо, о нем договорились, это удобно, а с другой стороны, ну, понятное дело, что, несмотря на какие-то различия, это все равно, как бы, естественным способом идет к какому-то общему знаменателю, потому что просто с данными так удобно работать. Ну, да, но, кстати говоря, вот про стандарты, тут тоже, вот, знаешь, общая такая тенденция, там, ну, если больше говорить, там, про Мирвеба, да, который мне там несколько ближе, вот, насколько там все было умедленно, там, 10 лет назад, насколько сейчас там просто активно, вот, тоже и стандарты выходят каждый день. В SQL, как ни странно, я, вот, ну, как-то раньше особо не обращал внимания, но все там помнят, да, ANC 92, 95, 2000, там, 1, 2003, а как-то больше особо ничего не происходило, а тут, значит, я тут так, не так давно для себя обнаружил, знаешь, думаю, ой, ничего себе, они там, значит, Windows уже включили в SQL стандарт, туда-сюда, думаю, ничего себе, оказывается, тоже жизнь кипит, значит, развивается, вот, и тоже, как бы, народ как-то решил тоже, кстати, и не в плане баз данных, но и именно в плане стандарта внести, так, современные какие-то тенденции, запросы, какие-то требования, то, что сейчас, как бы, в принципе, становится довольно таким, ну, востребованным, скажем так, востребованными штуками. Ну, я бы даже, как бы, тут, да, я согласен, я бы даже тут немножко так поправил, это все вещь довольно древняя, да, то есть, на самом деле, там, window functions и, там, common table expressions, они там были в той же, там, дебету и в стандарте черт знает сколько. Просто, как бы, одно время это была такая вещь, как бы, весь этот функционал жил где-нибудь, там, в каком-нибудь, условно говоря, там, в банке, где писали какую-то аналитику на SQL, там, в Workly или в дебету. А сейчас это в значительной степени поехало в массы, потому что, ну, в принципе, как бы, сейчас есть, например, там, веб, который зрелый, да, очень, то есть, интернет-проекты, которые черные, сколько на этом свете живут, и у них тоже есть обработка mission critical истории, у них есть обработка денег местами, в общем, в очень больших объемах, да, то есть, там, ну, там, типичный пример, там, Skype в период своего расцвета, у него было онлайн-звонков одновременно больше, чем у любого сотового оператора в мире, да, то есть, это, как бы, такая история, которая показывает, насколько вот эта вот новая волна, хотя, опять же, там, что новая, это очень давно было, она тоже, как бы, все эти вещи умеет и сталкивается с проблемами, зачастую более серьезными, чем, как бы, в энтерпрайзе. И поэтому, естественно, и люди, которые умеют заставлять такие проекты работать, и технологии с ними вместе, они перетекли, да, то есть, просто сейчас в серьезном, там, высоконагруженном вебе, там, технологии могут быть, там, серьезнее, чем, там, в ином банке, сотовом операторе или, там, не знаю, на бирже на какой-нибудь, просто потому, что у них, там, задачи тоже mission critical и тоже очень денежные. Поэтому это, как бы, закономерная история, что это все становится похожим, и, соответственно, функционал базы данных, он тоже, как бы, на полную катушку начинает использоваться. Ну, да, да, вот тут очень хорошая мысль, что, как раз-таки, знаешь, действительно, вот эти всякие такие, действительно, mission critical, как ты сказал, там, или какие-то high load штуки, они становятся нужны не только каким-то, там, совсем большим, там, компаниям, ну, условно говоря, которых, там, десятки, да, они сейчас нужны почти всем, ну, то есть, даже любые какие-то интернет-проекты, сейчас он, как бы, тут, я не знаю, сколько там миллионов сайтов и проектов, компаний, которые всем этим занимаются, всем это все нужно, и вот отсюда, знаешь, интересный такой вопрос, как вот, тебе кажется, как поменялась вот сама разработка софта, разработка баз данных, то есть, вот именно в связи с этими новыми требованиями, с новыми вот этими всякими большим распространением, потому что, мне кажется, здесь тоже произошло некое какое-то такое, ну, явное изменение, то есть, как они там раньше, так вялотекуще развивались, да, там, под заказчиков, которые там приходили, говорили, что, ребят, нам надо вот это, даже если мы говорим про open source, все равно мы все понимаем, что в конечном итоге open source делают какие-то конечные люди, которые вполне себе там могут быть, либо там спонсируются какими-то компаниями, которые стоят за open source, да, проектами, либо еще как-то, и все равно, как бы, есть вот эти задачи, они не, так сказать, не из балды возникают, там, конечно же, часть приходит и от сообщества, кто-то там пришел, вот мне там не хватает какой-то плюшки, но чтобы это набрало вес, понятное дело, что это за этим что-то должно стоять больше, вот как ты думаешь, что-то вот в твоем таком представлении, то же самое, там, на примере Postgres, да, за которым ты там активно так как бы следите, вот как-то поменялся вот этот сам процесс разработки, появились, как вот запросы на новые фичи, как это все начинает там оперативно выкладываться, делаться, преподноситься, вот что-то такое можешь рассказать? Конечно, это такой тоже большой интересный вопрос, да, поменялось, тут можно даже говорить смело достаточно не в контексте Postgres, а в контексте хранилищ вообще, потому что ситуация, которая была довольно долгое время, она была очень простая, был Oracle, который тупо доминировал на рынке, была его более дешевая альтернатива для многих, там, систем, и мы часто наблюдаем, как бы, результаты этого сейчас, да, это MS SQL сервер, потому что, ну, он как бы дешевле, там, типичная ситуация, например, там, core banking на Oracle, а какие-то вспомогательные системы на MS SQL, потому что удешевляет, все-таки лицензии очень дорогие. Ну да, да. И вот это вот была очень такая типичная картина, что это вот, как бы, доминирование на рынке вот такое, есть какие-то там, типа, маргинальные, с точки зрения вот этих вот ребят из большой индустрии базы, типа, там, MS SQL, Postgres, которые где-то там, какие-то пионеры, там, делают сайт «Я и моя собака», вот, и было что-то такое совсем удивительное, это там, типа, вот, той же DB2, который, ну, хорошая база, да, тоже, но IBM в какой-то момент очень здорово проиграл в маркетинге Oracle, да, то есть они одно время хотели продавать ее только со своими железками, с мейнфреймами, они долгое время как-то не до конца, не знаю, продумали, что ли, маркетинг-версии для обычных железок, которые у них, L-U-W называется, версия DB2, вот, но они как-то вот проиграли этот рынок чуть-чуть, и вот такая вот ситуация была довольно долго, да, то есть там, PostgreSQL что-то там делал, в принципе, была там неплохая база, но там высокий порог вхождения, вроде как все транзакции есть, SQL хороший, но там поди черт из два, разберись, там того нет, всего нет, там репликации встроенной нет, SQL там, не знаю, с Маисомом теряет данные, с SNADB встает кол, он тоже непонятно, что с ним делать, эта ситуация была довольно долго, потом она потихоньку начала меняться, потому что, ну, все мы знаем, что такое Oracle, все мы знаем, какие у него замечательные цены, и, в принципе, ну, как бы это очень большая инвестиция для бизнеса такими вещами заниматься. Естественно, как бы ниша это была, стали обращать внимание на Open Source. По PostgreSQL это можно прямо отследить по версиям, да, то есть там седьмая версия была, ну, как бы, мы, конечно, умели дрессировать каким-то образом, но, честно говоря, вспомнишь, дрогнешь, да, что там нужно было делать. Вот, и это была, мягко говоря, несовершенная вещь, но зато бесплатная. Потом, как бы, там, восьмая версия, она становилась там немножко более уже какой-то вменяемой, какие-то вещи там для ежедневной эксплуатации стали проще, но настоящий такой скачок произошел при переходе от восьмой к девятой версии, да, потому что пришли люди, которые имели опыт работы с коммерческими базами данных, которые имели опыт работы с потребителями этих коммерческих баз данных, да, то есть теми людьми, которые, как бы, в индустрии там юзали Oracle, и они стали приносить фичи, которые им были нужны минимально для того, чтобы обеспечить миграцию с коммерческих баз, чтобы порезать косты, чтобы бизнесу стало проще не сидеть на вот этих вот ненормально вздутых по цене лицензиях. И таким образом там в девятой версии появился там бэкап, появилась там репликация, появились какие-то вот такие вот вещи, которые внезапно сделали там Postgres конкурентоспособным. Если мы посмотрим, как вот это вот развивалось, то от первых девятых версий, там от 9.0 к 9.4, там гигантский скачок совершенно произошел по всем параметрам. Согласен. То есть там пришла куча людей, которые стали приносить такие фичи, там резко изменился релиз цикла, все очень сильно ускорилось, и появилась вот такая вот фаза роста накопления фич, которые были минимально необходимы для того, чтобы это стало серьезной индустриальной базой данных. И этот сигнал, конечно, он как бы его там не то, что там супер считывали, но я как бы знаю некоторые истории про то, что там в Майкрософте очень бодро обратили внимание на то, что происходит с Postgres, обратили ли внимание в Oracle, никто не знает, но на самом деле обратили. Если мы посмотрим, например, на фичи языка SQL и языка PL, который появился в 12-й версии, когда 12-я версия вышла, то мы увидим, что Oracle внезапно начал очень резко ускоряться и в сторону совместимости со стандартом, там появились крутейшие регулярные выражения. То есть это на самом деле как бы, ну, я ничего не хочу сказать, любые совпадения случайны, но видно, что даже у Oracle на самом деле от этих вещей резко ускорилось как бы накопление фич и тому подобных вещей. То есть вот такой факт, безусловно, был. Опять же, примерно тогда же стали появляться NoSQL-хранилища. Очень здорово тогда ускорилась разработка MySQL, несмотря на то, что по ним, конечно, судя по всему, довольно больно ударила история с поглощением Oracle и вот этот распад на разные технологии, но все равно как бы у них тоже заметно, насколько качество стало улучшаться после вот этих вот всех историй. И да, то есть как бы сейчас это уже немножко может быть там стихло, а может быть просто выровнялось. Таких больших скачков гигантских, наверное, нету. Но просто как бы да, мы наблюдаем, что в какой-то момент развитие хранилищ вот так вот там достаточно резко ускорилось. При этом я бы на самом деле не сказал, что там какие-то суперпрорывы произошли там в Computer Science, который был под этим. Да, какие-то там интересные вещи они там делаются, но так по-хорошему, как с 94-го года Rate & Headlock все пишут, так его и пишут. Ну, как бы да, кардинально новых каких-то принципиальных штук пока еще никто не придумал, не предложил. Ну, скажем так, некоторые штуки, которые когда-то кто-то там предлагал, их немножко там, скажем так, подточили под современное железо и там реализовали. Но все равно это как бы не то, чтобы суперпринципиально что-то новое. Это все интересно, конечно, да, но суперпрорывов я там таких вот не вижу. Просто доточили существующую технологию под заранее взятый за дел как бы компьютерсайентистами. То есть, базы стали лучше, там стало больше крутого функционала, но не то, чтобы это вот как бы какой-то прям ноу-хау. Ну, согласен. Слушай, ну вот ты тоже уже затронул там новую SQL. SQL, знаешь, интересный момент. Сейчас это как бы там новую SQL, хранение каких-то там документов и прочих, там JSON, который сейчас есть там почти везде у всех, да. Это все здорово, но это здорово сейчас и как бы кажется естественным. Ну, вот интересный, знаешь, какой вопрос. Вот раньше, ну там, не знаю, 20 лет назад там все эти базы, там что Oracle, извините, там 80 какой-то год, да, там Postgres тоже, да и MySQL. Никто раньше не думал вообще ни о каком JSON, ничего такого. Ну, я имею в виду вот какие-то другие там DB, там способы хранения, там типа хранилища или даже какие-то стандарты. Вот как, насколько база данных, ну, в смысле движки вообще там система смогли вот так вот под это адаптироваться. Потому что, ну, одно дело, когда ты с нуля там начинаешь, там, не знаю, Mongo, вот она раз, там появилась, да, или какой-нибудь там, не знаю, там ROG с DB, AerosPack, да, кто угодно, вот который с нуля написали, уже как бы опираясь на вот этот багаж, так сказать, опыта и накопленный там и вообще происходящего, да, в мире баз данных, что и как нужно, какие-то, может быть, учили ошибки. А вот именно база, то же самое там Postgres, вот в нем не было, насколько легко ему было вот внедрить в себя какие-то вот эти новые новомодные штуки, там тот же самый там Jason, еще что-то. То есть, ведь не всегда архитектура, да, ты можешь заранее, там, 20 лет назад предположить и настолько грамотно сделать архитектуру, что она предполагает какое-то там расширение, какую-то, да, вот там более такую гибкую структуру, то есть, иногда это может быть довольно сложно. Тут очень сложно, ну, то есть, если кто говорит, что там что-то 20 лет назад вот такое предусмотрели и, соответственно, оно вот так вот полетело, ну, тут скорее как бы, я бы не поверил, если честно. Ну, конечно. Мы по-хорошему не знаем, чем открыть текстовый файл, сделанный там 30 лет назад, да. Люди, которые умеют хранить документы долго, они там работают, условно говоря, там какой-нибудь там в библиотеке Конгресса и очень много чего хранят в аналоге, да, даже не в цифровом виде, либо в аналоге наряду с цифрой, да. То есть, пока что вот этот временной срез, пока мы пользуемся компьютерами, он настолько мал, что нам как бы очень сложно говорить о том, что мы что-то тут так умеем и что-то умеем так предусматривать, да. Ну, да, да. Поэтому, конечно, тут для зрелых технологий есть куча разных сложностей, потому что, ну, не было это предусмотрено, да, то есть, там, работая с Postgres, как никто другой знает, что это очень консервативная технология. Да, да, конечно. Фичи внедрять очень сложно, постоянно есть куча народу, который говорит, что, ну, блин, ребят, как бы, почему в Postgres нет такой элементарной штуки? Если давно как бы в этом крутишься, ты начинаешь объяснять очень длинную телегу про то, что вот, ну, нельзя, да, то есть, тут вот, чтобы вот это сделать, нужно там потянуть за вот это, за вот это, и тут же будет очень много работы, да. Поэтому, как бы, таких проблем там, конечно, вагон, никто этого ничего не предусматривал, есть куча вещей, которые очень плавным образом развиваются, и мы имеем с этим делом кучу проблем, я могу потом там привести, там, примеры, если хочешь. Да, я думаю, что несколько было бы интересно там слушать. Вот, могу прямо вот на вскидку сказать, в Postgres есть такая вещь, как архив команд, да, то есть, любой человек, который делал бэкап Postgres, знает, что она есть. Это просто произвольная команда, которая там занимается из живых волов, делает, соответственно, архивные волы. Фактически можно любую шиловскую команду туда записать, там rsync туда-то, и поехали у тебя эти архивы, значит, куда-то там, где ты делаешь бэкап. В принципе, вещь, которая в свое время казалась очень офигенной, да, очень простая в реализации штука, очень хорошо работает. Дальше возникает проблема, что сейчас у нас, например, ну, все используют о Директ, да, то есть, особенно с современными SSD-шниками, Директ.io, это, в принципе, очень хорошая технология, ну, хотя там, естественно, у нее там есть тоже куча там своих проблем, есть люди, которые там ее не любят, там, Торвальдс, например, ее очень любят поругать. Но, тем не менее, там для производительности баз данных очень важная вещь. В Postgres первая, как бы, технология и последняя, в общем, которая умеет работать в со Директ, это писание ВОЛа, да, и, в принципе, это, как бы, нужно, потому что производительность писания ВОЛа… Ну, логично, что это один из самых узких таких, да, мест важных. Да, для базы данных. Так, но, тем не менее, если мы включаем любой уровень ВОЛа, то есть, там, репликационный, ну, необходимый для репликации, для бэкапа, ОДирект для писания ВОЛа выключается. Почему это происходит? Потому что файл, единожды открытый с ОДиректом, нужно впредь использовать с ОДиректом, иначе будет плохо. И это проблема. То есть, если мы, раз его открыли, то все остальные вещи, которые его, там, что-то с ним делают, они должны быть тоже с ОДиректом. Дальше у нас возникает проблема. Мы-то в Postgres умеем открывать его с ОДиректом, а в архивную команду, которая делает какие-то манипуляции с этими файлами… Ну, как бы, да, она про это ничего не знает, очевидно. Она про это ничего не знает, и, исходя из того, что это произвольная команда, ну, ничего не сделаешь, да, то есть, туда можно засунуть все, что угодно, и могут быть большие проблемы. Вот, казалось бы, такой архитектурный момент, который заложил пасхальное яйцо очень надолго. Хотя, там, в момент, когда это разрабатывали, было просто дешево и хорошо. И таких вещей, конечно, миллион, потому что это живой софт, который активно развивается, ну, естественно, как бы, несмотря на все старания по сгрессовому сообществу делать все максимально аккуратно сначала, заимплементировать, чтобы работало, потом думать над ускорением и так далее и тому подобное. Все равно, конечно, таких моментов вагон. Что касается новомодных вещей, как ни удивительно, иногда совпадает так, что есть прикольная инфраструктура, на которую эти вещи просто реализовать. С JSON-ом был, на самом деле, типичный такой пример. То есть, был H-Store, который сделали Олег Бертунов, Теодор Сегаев в свое время. Ну, и, в общем, как бы, офигенная вещь, да, то есть, ну, как бы, такой перловый хэш в Postgres, эффективно хранящийся, эффективно индексируемый, просто потому, что им приспичивал в свое время, да, то есть, я не хочу говорить, что они в тот момент просто, там, не умели программировать веб, и им нужно было супермного колонок, но они, как бы, сами это честно рассказывают, что, как бы, делает им честь. И они сделали H-Store, да, то есть, как бы, такой аналог перлового хэша в Postgres, который позволял им не делать, там, 100-500 колонок, которым зачем-то было нужно когда-то. То есть, в принципе, это плохой паттерн проектирования баз данных, не надо так делать, но, тем не менее, вот, приспичиво, они уперлись в лимит колонок в Postgres и сделали H-Store. И, в принципе, эта технология развивалась, как такой контрип, который официально поставлялся с Postgres, много его, кто использовал, хорошая технология, почему бы нет. Потом, когда стало понятно, что JSON, это, как бы, интересная технология, она нужна людям и так далее, и когда обычный JSON, который был имплементирован в Postgres, он, как бы, ну, был таким кастрированным, да, то есть, ну, с ним ничего нельзя было толком сделать, да. То есть, он можно было хранить и получать, собственно, и все. Да, можно было хранить, получать, там, даже отвалидировать толком, нужно было с приседаниями это уже делать. И они на базе H-Store запилили, собственно говоря, JSON-B, B, там, типа, бинарный, вот, который очень хорошо лег на эту инфраструктуру, да, потому что, ну, какая разница, какой формат, там, хэш, там, или JSON, да, а вся инфраструктура, как это хорошо хранить, как это хорошо индексировать, она, в общем, была уже, так сказать, на мази. И они это запилили, там есть еще ряд Postgresовых разработчиков, которые потом это все дело вылизывал, оттестировал, привел в порядок, и сейчас эта технология, вот она здесь, да. То есть, с одной стороны, повезло, а с другой стороны, ну, как бы, когда такие фичи приходят в технологию, это, как бы, такое предсказуемое везение. То есть, была расширяемость, был функционал, там, создания новых индексов, был, в принципе, хорошо реализованный способ хранения текстов, да, каких-то, там, которые можно, там, сжать, можно проиндексировать, так-сяк. Вот, то есть, в принципе, как бы, вот, эта технология хорошо туда приехала. А потом выяснилось, что, на самом деле, это дает очень хорошее конкурентное преимущество, да. То есть, с одной стороны, в Монге, возможно, было проще реализовать JSON, потому что они это делали с нуля, а с другой стороны, ну, в Postgres, может, это было и тяжелее, но зато, когда реализовали, выяснилось, что мы получаем лучшее из двух миров. То есть, у нас есть транзакционная база данных с серьезными индексами. Да, да, вот это всегда сразу такой серьезный плюс с точки зрения, там, маркетинга, ну, я имею в виду привлекательности. То есть, как бы, да, вот ты понимаешь, у тебя там за спиной вся мощь, вот эта транзакционность, да, вот это все-все-все, и тут же современные форматы и, как бы, там еще и скорость, в принципе, в некоторых случаях не всегда сильно меньше, да, то есть, вот это все, оно так сразу подкупает. Конечно, это подкупает, потому что, ну, в принципе, как бы, одна из причин успеха базы данных состоит в том, что это не просто хранилка для чего-то там, да. База данных, это еще как неудивительно, я по капитанию тут немножко, да, это единый способ взаимодействия. То есть, если у нас есть проект, в котором там это удобно написать на Голланге, это удобно написать на ПХП, это на Питоне, а это кто-то когда-то написал на Перле, то единая точка входа, с которой этим всем вещам удобно работать, как ни удивительно, это не какая-нибудь новомодная очередь, да, скорее всего, это будет какая-нибудь база данных. Потому что с базой данных все эти технологии по отдельности умеют унифицированно общаться, и тут, с одной стороны, как бы, может быть, там JSON в каком-то специализированном хранилище было бы и удобно хранить, но когда мы имеем опцию хранить это в базе данных, даже если от этого будет какой-нибудь там перформанс-пенальти, нам как бы и OPEX, и CAPEX очень сильно снижается за счет того, что мы используем привычное хранилище и можем привычным способом с ним работать. Ну, в этом случае, знаешь, как бы, да, базу данных можно считать вообще как такой единый унифицированный API-интерфейс, да, такой, и более того, он, его не надо там ни документировать, ни описать, потому что ты просто открываешь таблицу, ты все прекрасно понимаешь, что как SQL написать запрос, как, в каком формате вернутся данные, вот в этом плане она как бы просто чума, то есть, по сравнению, там, когда люди пишут какие-нибудь API, да, вот там, REST API, вот у всех все по-разному, там, очереди, разный интерфейс, то тут база данных, действительно, ты вот берешь, ну, надо тебе там такие-то данные, ну, select, там, не знаю, ID, name, там, email, from, и ты прекрасно понимаешь, это любой разработчик понимает, вот это как бы. Совершенно верно, я, конечно, могу возразить, что базу данных тоже надо документировать, но, в принципе, конструктивное возражение будет тут только в одном, что, даже скорее это не возражение, гораздо проще задокументировать, да, потому что, когда это настолько понятно, оно, конечно, гораздо лучше идет, потому что, ну, опять же, мы уже там затрагивали тему XML, XML хорошая вещь, да, то есть, там, типа, machine readable формат, который, как бы, все технологии понимают и так далее, а дальше возникает проблема, что по-хорошему там, допустим, есть у тебя веб-сервис на XML, общающийся с каким-нибудь там приложением, у тебя там должно быть XDT, да, который отдается с определенного урла, и другой твой сервис, понимая, в каком формате у тебя XML. Вот так должно быть в идеальном мире, а на самом же деле хрен там, то есть, я, как бы, видел, как бы люди вместо XDT по определенному урлу присылают вордовский документ с описанием своего там XML. Типичная ситуация. Схема definition, которая, да, в профайле. Да, 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 и, в принципе, как бы, вот эта вот история, она, как бы, очень типична, а если у тебя есть база данных, у тебя, как бы, с одной стороны, конечно, разнообразие для творчества больше, с другой стороны, это все универсальное разнообразие для творчества. Тебе, там, грубо говоря, выдали вьюху, но ты к ней ходишь. Да, тебе нужно знать название полей, но это все равно проще, да, то есть... Ну, конечно, конечно. На круг получается удобнее нам. Слушай, а тут, знаешь, сразу вот, коль мы так, такой датабейс-центрик, в каком-то смысле подход затронули, что действительно база данных там много, что на них... Когда в руках молоток все, кажется, гвоздем. Я этим грешу иногда. Ну, это неизбежная вещь, когда, как бы, разработчик каждый, как бы, каждый кулик в свое болото хвалит, да, вот это про это, что там, где ты экспертиза, там, собственно, ты и пытаешься решать как можно больше их задач именно за счет своей экспертизы. Но мне интересно вот какой момент спросить. Вот, смотри, есть такая тема там, когда все больше и больше функционала, помимо там каких-то хранимых процедур, там, бизнес-логики, хочется возложить там на базу данных, там, встраивать туда всякие веб-сервисы, да, чтобы данные вот получать там не через трехзвенку, там, значит, аппликейшн сервер, который потом лезет в базу, да, а хочется прямо вот здесь их получать. И даже в Postgres есть такие какие-то проекты, пост-рест, как это называется даже, когда прям чуть ли не рестапи тебе тут же из базы возникает, да. Но в целом… Есть такие проекты. Вот, да, выставляют, как бы рекламируют там свой таран, то, что вот у нас как бы сервер, аппликейшн сервер и данные, которые прямо здесь и сейчас, что очень быстрый, легкий доступ к ним, вот эта идея. Ну, в принципе, как бы идея мне нравится на самом деле, потому что, опять же, мы имеем очень универсальный движок, который, как бы, очень хорошо некоторые вещи умеет делать. Понятное дело, что при такой реализации можно много напороть, да, то есть, в принципе, там, программисты люди творческие, там, если ты работаешь в консалтинге баз данных, то как никто другой это знаешь. Вот. Выстрелить в ногу там себе можно многими способами, да, то есть, там, пошли отправлять почту из базы данных, открыли транзакцию и, там, не знаю, МТА отвалился и все. И мы висим в транзакции, это ни для какой базы данных не полезно. Ну да. Но, в принципе, идея неплоха. Чем неплоха? Мы обрабатываем данные близко к ним, да, то есть, мы не ходим туда-сюда. Мы делаем, как бы, все это дело близко к данным, мы можем простым, эффективным и такой с хорошей защитой от дурака и сколь подобным языком эти данные обработать, отманипулировать и уже выплюнуть наружу только то, что нужно, да. То есть, это очень часто же бывает, что тебе надо перелопатить какие-то миллионы данных и выплюнуть 10 колонок, да, потому что, там, больше 10 не нужно, а чтобы отфильтровать это, надо очень много сделать. В принципе, в этом смысле, как бы, держать обработку близко к данным, это очень здорово. И, на самом деле, там, ну, есть много систем, где по-другому нельзя. То есть, я не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь видел, там, вещи типа, там, биллинга сотового оператора, там, конечно, иногда впечатляет, там, или там, Лисклс роутинг системы, да, любого, в принципе, ОСС, БСС системы, которая применяется в телекоме. Там очень часто, как бы, очень много, там, хранимых процедур, куча пакетов, там, тысячи их и так далее. На кого-то это может производить впечатление такой лапши, потому что, ну, понятное дело, что это пишут, там, в спешке перед релизами, там, какие-то есть исторические артефакты и так далее. Но, на самом деле, это просто по-другому не работает. Это не вынесешь так просто на сторону аппликейшн, потому что у тебя, там, каждый маленький кусочек этой системы, он должен иметь дело с большим количеством данных, а наружу выплевывать только то, что он уже обработал, если вообще что-то выплевывать, да. Поэтому, в принципе, эта система очень хорошая. У нее есть свои ограничения, как у любой такой штуки. Прежде всего, это масштабирование, да, то есть, если у нас, как бы, мы можем миллион, там, аппликейшн серверов поставить, а база у нас там одна, то с базами данных просто так миллион баз поставить, это не всегда просто, да, то есть, это должны быть очень независимые данные, чтобы можно было так же это просто делать, как с аппликейшн серверами. Не, ну, тут понятно, что легко масштабировать там стейтлесс штуки, типа аппликейшн сервера, да, конечно, их там поставил большинство, другое дело масштабировать стейтл, ну, то есть, вот база данных, которые должны с любой ноды иметь доступ, по сути, ко всему, и вот это, как бы, совсем другая тема. С одной стороны, другая тема, а с другой стороны, она, на самом деле, очень похожа, потому что, опять же, ну, сейчас не модно делать все в одной базе данных, да, так же, как с любой другой практически технологией. То есть, сейчас не делают монолит, потому что его, там, с разных точек зрения, как бы мы ни ругали, там, микросервисы и прочее, да, и всю вот эту вот моду. Но монолиты, это, как бы, не принято сейчас так развивать системы. И, в принципе, никто не говорит, что у тебя должна быть одна монолитная база, она же, один монолитный аппликейшн сервер, и она делает все. У тебя, может быть, какие-то функционально разные куски, да. И, на самом деле, если база может быть аппликейшн сервером, у тебя, может быть, отдельная база, которая работает как аппликейшн сервер, да, то есть она, например, там, из нее достаются данные, которые нужны для веба, а какую-то, там, аналитику, например, считает другая база данных, и они по какому-то RPC друг к другу ходят и обмениваются данными. Ну, да, или вообще какой-нибудь там foreign data wrapper там проброшен, чтобы использовать, как бы, опять-таки, все те же самые движки, подходы. Там много технологий, как, в зависимости от того, какая целостность нужна, насколько оно должно быть онлайн и так далее, но, по факту, лучше иметь такой инструмент, чем его не иметь, да, то есть, в принципе, база данных как аппликейшн сервер, она может быть достаточно интересной технологией. Я уж не говорю о том, что, в принципе, ну, если мы, условно говоря, там, рассуждаем, например, о Postgre, состоящем за Pg-балансером или за несколькими Pg-балансерами, то эта вещь, она, в принципе, очень крутую онлайн-нагрузку может держать на современном железе, то есть, там могут быть, она может обрабатывать такое количество обращений, что мама не горюй, это все, как бы, очень производительно может быть. Ну, да, да, тут сейчас есть тоже технологии масштабирования и в базах данных, которые вот очень, причем очень даже похожи, так вот если провести аналоги там, ну, как там Nginx, Proxy, да, вот это все, но оно уж пришло и сюда. Слушай, еще интересный вопросик тоже вспомнился, вот такой, знаешь, вот есть другая такая тема, когда, ну, есть какие-то базы данных, либо там, не знаю, но неважно, хранилище, и для того, чтобы, как бы, использовать их, не меняя сильным подход приложения, в некоторых случаях народ пишет, ну, а-ля интерфейсы, то есть, словом говоря, когда у тебя там API, в смысле там общение с базой данных, ты берешь, допустим, там, я уже не помню, MySQL, да, но это Redis, который там прикидывается MySQL или наоборот вот эта вот тема, да, то есть, когда ты оставляешь интерфейс от одной базы данных, а под капотом, на самом деле, все это кладешь в другую, вот такой способ, там, переключиться на какую-то другую, там, более высокопроизводительную базу данных или там какую-то, имеющую другие плюшки, но при этом сохранив интерфейс, там, от другой базы данных. Как тебе вот эта идея интересна? Ну, эти идеи, скажем так… Не от хорошей жизни, я понимаю, они появились. Понятное дело, что не от хорошей жизни, часто бывает это довольно оправдано, то есть, например, ну, один из таких паттернов, в принципе, очень успешно используется много где, это, например, Oracle и TimeStand. TimeStand – это такая онлайновая база данных, да, которая там все в памяти. Ну да, это Oracle. Все дела, она очень быстро умеет работу, и она фактически как бы реализует такую, ну, там, есть способ реализовать такой проброс до Oracle того, чего не нашли в TimeStand. То есть, типа, такие горячие данные, как такой кэш, там, живет в TimeStand, а там дальше мы пробрасываем до Oracle. Это, например, очень useful было там несколько лет назад для какого-нибудь джаоовского приклада, который работал с TimeStand через шареную память, и из-за этого работал очень быстро, и TimeStand стоял с ним локально. А если что не мог найти, он как бы… Прозрачно, да, леса в базу большую. Да, там как бы, ну, естественно, имело это все очень много нюансов в плане того, как это работало. Но, в принципе, как бы вот такая идея очень здравая. Опять же, для миграции, да, то есть там прикинуться одной базой данных, там, поставить там другую базу данных, ходить в нее, там, через какой-нибудь, там, ForeignDataWripper или через… Бог знает что, я видел вполне себе обеспособную систему, где из Oracle ходили в Postgres по самописному поверху ДБЦ какому-то каналу. Это выглядело совершенно чудовищно, но… Оно работало, понимаешь? Оно работало, да. Ну, как бы у людей был проект, унаследованный с Фармзов, переписанный, потому что в Oracle очень хорошие ссылзы, на Oracle Apex. Технология совершенно чудовищная, но у них был развесистый приклад, он реализованный на этом деле, а они хотели смигрировать потихоньку. Ну, и вот они так вот потихоньку, полигоньку мигрировали, да. В принципе, как бы, понятное дело, что это жуткий костыль, но, как бы, такова жизнь. Слушай, ну, я тут тоже могу просто вспомнить пример хороший, знаешь, как бы, так, в дополнение к твоему. У нас была система, она жила там долгое время на MS-SQL, то есть там стояло там несколько сотен MS-SQL, которые там реплицировались там в центр, и там была большая база данных, соответственно, куда все собиралось. Но у нас там стала задача хранения небольших, как бы, бинарных данных, там, картинок с камер. И MS-SQL, ну, то есть там 100 тысяч, там, картинок, прилетающих каждую, там, минуту, секунду, там, или, там, в час, в час, не очень справлялась. Мы прицепили к этому делу Oracle. Oracle я настроил, значит, подцепил через FreeTDS тогда еще вот эту тему через ODBC, соответственно, значит, как внешний. Ну да, ну да. И, действительно, у меня были запросы, то есть там в хранимке действительно, значит, который в Oracle, а дальше он картинки и прочие такие сырые данные брал из себя, а за всеми, там, пользовательскими данными он, соответственно, по этому линку и по DB-линку через FreeTDS ходил в MS-SQL сервер, и оно жило, работало. Но это опять вызвано тем, что, как бы, ну, ты не можешь в один момент времени взять вот так щелкнуть и переключиться с одной базы на другую. У тебя есть процесс, у тебя есть живая система, которую надо как-то переписывать и на это уже время. Конечно, конечно. С моей точки зрения, как бы, чтобы посмотреть с другой немножко стороны на то же самое, да, опасные вещи начинают возникать, когда это временное становится постоянным, да. То есть, например, вот плохой пример, который я могу в такой ситуации привести, это, например, софт 1С, который, когда стал использовать базу, стал использовать MS-SQL сервер, и у них долгое время была такая идея. Сейчас, возможно, она поменялась в связи там с разным девелопментом и там тем, что они стали смотреть более серьезно в сторону Postgres, но у них раньше была идея такая, что мы не будем затачивать наш софт, ну, поскольку у них бизнес-модель такая, да, они не про качество софта, они про качество, там, бухучета условно говоря, про то, что там каждая там новая справка, она появится, как только там закон вышел, вот она появилась в 1С, да. Они не заботились о качестве софта, и в результате у них была идея, что мы перепишем там 1С для того, чтобы он работал с дебету или там с Postgres, а нам нужно, значит, реализовать MS-овский диалект в этой базе. Ну, по факту это показало себя плохо, да, то есть… Ну, это как-то да. Вот эта вот вечная несовместимость и, например, как бы со стороны Postgres'а траблшутить 1С очень сложно, да, то есть там реально нужно траблшутить 1С, да, то есть мы можем что-то сделать настройками, ну, там, с любым приложением, неважно, какое оно, на чем оно написано, но всегда есть какая-то последняя миля, там, есть очень тупой запрос, надо просто пойти к разработчикам и сказать, ребята, ну, перепишите, вы же как бы там 90% ресурсов базы вот этой кривизной там съедаете. С 1С такие шутки не проходили, по крайней мере, раньше, сейчас я хочу надеяться, что ситуация у них стала меняться, потому что они очевидным образом совершенно сейчас серьезнее смотрят на Postgres, вот, но, как бы, вот такой подход, он, с моей точки зрения, неправильный, да, потому что, ну, не может долго одна база прикидываться другой базой, потому что все-таки очень много заточено в базах данных на перформанс, да, и, как бы, особенности диалекта лучше использовать все целиком, и даже если вроде как диалект одинаковый под капотом, оно все равно работает по-разному. Ну да, да, конечно. Это очень, кстати, было характерно, когда была мода для миграции 40-го везде подделываться под синтакси 40-го, то есть, ну, как бы говоря, там в DB2 был реализован PL SQL и даже Dual там был реализован, то есть там можно было вот эту вот орокловую великую идею Dual использовать. И пресейл технически всем показывал, там был такой переписанный, я не помню, Eclipse, не Eclipse, для работы там с DB2 вместе с вот этим вот мигратором. И, значит, вот мы открываем справа орокловый код, вот мы его переносим на DB2, ба-бам, он работает. Ну, как бы, вот сколько я видел, когда это дело переносили, так сказать, реальные проекты с серьезными вещами там, ну, с Postgres тоже есть такое ширине, а EDB его всегда очень продвигала EnterpriseDB компания. Вот. Сколько я таких вещей видел, это всегда заканчивалось очень большим количеством ручной работы, потому что, ну, несмотря на то, что, окей, хорошо, мы можем поселектить из Dual, под капотом все равно работает по-другому. То есть, ну, банально, как бы, не знаю, смигрировали с одной версии базы на другую, там, с тем же Postgres, да, и у нас поехали планы запроса, потому что что-то там поменяли в планировщике. То есть, даже, как бы, между версиями базы данных могут быть такие вещи, да, которые объективно надо руками посмотреть и понять, что с этим делать. А, как бы, если мы разные базы используем, ну, то, что там под капотом происходит, может привести к очень разным результатам данной ситуации. Это точно, это точно. Да, слушай, вот еще, знаешь, какая тема такая современная, которую тоже хотелось в вопросе обсудить, это вот пресловутые контейнеры, которые сейчас есть везде, просто вот там, не знаю, миллион конференций, там все говорят про эти докеры, я уж не знаю, там чего, кубернетисы, которые там всем этим рулят, да? В двубордном никто больше не воюет. Вот, и база данных, вот как здесь, то есть, ну, там, все говорят про то, как здорово заворачивать там ваше приложение в контейнеры, а что вот ты скажешь про базу данных? Я специально не буду пока высказывать мнений, что ты скажешь. Ну, там, как бы, пока что двух мнений нету, я бы сказал бы так. Базу данных пока что в контейнер заворачивать плохо. Для базы данных эта технология, ну, скажем так, вообще любые попытки виртуализации баз данных – это отдельная большая сложная тема. Там есть проблемы, есть решения, и они все в разной степени, так сказать, проработанности. Контейнеризация – это, как бы, не совсем виртуализация, это, как бы, немножко другая история. Но, по факту, во-первых, большинство контейнеров, они все-таки пока что не очень персистентны, да? Ну, может быть, я не знаю, насколько корректно так говорить, но одно время же была вообще идея, что, как бы, контейнер выключили, ну и выключили. Он выключился, и то, что там есть, мы там, типа, потеряли. Ставить в такое дело базу данных – это, как бы, сложно. Ну, проще хранить просто в памяти тогда уже еще. Выключили, все потеряли. Да, на темповой файловой системе. Кстати, люди так делают иногда. Вот, я такое видел, по крайней мере. Но, в общем, смысл такой, что что-то очень стейтфул и очень персистентное ставить туда, где оно стейтлес, по идее, и не персистентное – это всегда грабли, да? То есть, всегда будут какие-то проблемы. То есть, там люди давно ставят в докер Postgres, и они эти грабли там умеют обходить, там, не знаю, переопределять сигналы, чтобы Postgres успел выключиться, когда контейнер гасится и так далее. Но это грабли, и к стейли. Другой вопрос, что, возможно, при востребованности контейнеров, да, потому что эта вот вся вещь, она, типа, хорошо ложится на микросервисы. Админы стоят, стонут, менеджеры радуются, да? Эта технология развивается, да? И просто сейчас, мне кажется, она еще достаточно сыровата для того, чтобы там прямо гонять базы данных. Да, то есть, ну, фактически, как бы, что? Я видел попытки проинсталлировать, там, кластер Postgres в разные контейнеры. Ну, работает, пока нагрузки нет. Как нагрузка появляется, там, конечно, это тушесвет пока что. С другой стороны, ну, посмотрите, сколько раз докер поменял свой взгляд на то, как вообще должна быть устроена работа с диском за последнее время. То есть, там явно, как бы, работа идет в направлении того, что, вот, не знаю, давайте сделаем сториджи там для разных вещей и будем подключать их. Типов, да. Да, и понятное дело, что там такие метания пока что, что явно они сами еще не решили, что там будет происходить. Поэтому я совершенно не исключаю, что, да, там, вчера это точно было нельзя делать, сегодня, в общем, скорее всего, тоже, а там завтра они что-нибудь придумают для этого. То есть, возможно, там, в среде, где много контейнеров, там, сейчас пока что целесообразно держать внешнюю базу из контейнеров, ходить к ней, если там о какой-то нагрузке мы говорим. То есть, как-то технология любопытная, но пока за ней нужно там, с точки зрения баз данных, смотреть и смотреть. Ну да, мне просто кажется, знаешь, еще просто эта область, вот, вообще, если говорить там про контейнеры, она достаточно молода все же, молода, вот. И есть там еще, не устаканились какие-то общие какие-то подходы, хотя уже там есть очень много идей, потому что вот, например, там, как пример, вот эти а-ля Istio, как бы сервис-меш штуки, которые там позволяют тебе как-то декларативно или там описывать вообще там фаерволу настраивать такой на аппликейшн-левеле очень просто. Они, конечно, привлекают, и, конечно же, когда у тебя есть там целый зоопарк твоих сервисов, там, контейнеров с разными там какими-то штуками, и то, конечно, хочется, ну, логично, там, как админа, да, хочется и базы данных все положить в одну, унифицировать работу, там, администрирование всего этого дела, да, это как бы, наверное, поэтому люди пытаются как-то туда и в контейнеры базы данных запихивать даже сейчас, пробовать. Скажем так, поскольку эта технология новая и модная, там есть такой флер, скажем так, серебряно-пульности, да, то есть, докер же, он, как бы, когда вот все о нем заговорили, именно о докере, да, и когда с контейнером мгновенно стали популярными, это же была такая идея такой серебряной пули, да, то есть, у нас вот там есть микросервисы, которые хрен знает как, что с ними делать, а вот мы их положим в контейнер, и все проблемы волшебным образом рассосутся. Ну да, унифицирование окружения, вот эта вот вся тема. Да, то есть, в принципе, идея, конечно, клевая, но теперь надо, как бы, сделать так, чтобы оно заработало. И тут, как бы, сейчас, насколько я понимаю, все-таки этот флер уходит, да, то есть, становится понятно, там, для чего это можно применять, для чего это нельзя применять. То есть, очевидно, что если у тебя используется очень много там разнородных микросервисов и автоматизация там для деплоя этих всех вещей, ты рано или поздно придешь к идее, там, того, что с контейнерами, наверное, там, удобнее. Да, у тебя будет, там, куча от этого головной боли, и твои админы тебя проклянут, потому что раньше, там, не знаю, там, 15 лет назад разработчики маялись, там, с какими-нибудь зависимыми системами объектов какой-нибудь, условно говоря, там, Java 1.4, да, и какое-то безумное количество работы делали, чтобы это все заработало. А теперь админов это не миновало, и им теперь это надо делать. С другой стороны, например, позиция, там, менеджмента, с которой я часто сталкиваюсь, и которая, с моей точки зрения, как бы, ну, если поставить себя на их место, она абсолютно оправдана, да. Вот есть микросервисная архитектура, и компания, она большая, там, да, например, она занимается каким-то своим основным бизнесом, она не занимается в качестве основной своей задачи бизнесовой трудоустройством бешеного количества программистов. Естественно, они экспериментируют. У них появился какой-то продукт, на него быстренько выделились, там, собрали какую-то небольшую команду, которая там что-то делает. С точки зрения, например, ДБА, обслуживающего базы данных такой компании большой, да, или там, если мы, например, такое дело обслуживаем, как удаленщики, есть большая проблема. Есть коровый бизнес. Если им отрезать маленькую базу данных на какой-нибудь критичной базе и выдать, то начнутся проблемы, если они там что-то там завалят. Потому что, черт знает, этот мини-проект, который там стартовал, взлетит он, не взлетит, принесет он деньги, не принесет он деньги. Чтобы он ставил под угрозу основной бизнес, это как бы стрёмно. Логично, да. Поэтому отрезать им такую песочницу, где у них там база данных будет там в докере, пока они там с этим будут играться, это удобно для такого админа, который это дело обслуживает, да, потому что он отрезал и забыл. Они там что-то там сделали, потом, соответственно, да, возникают проблемы взять это там на обслуживание или если у них вдруг полезла какая-то нагрузка. Ну, просто это вопрос, как процессы устроены в компании, да. То есть, если, грубо говоря, вот такая песочница внезапно успешно стартовала, должен быть процесс, который позволяет тут же прибежать админам и это все нормально куда-то засунуть в более адекватный environment. И тут как раз контейнеры, они в принципе помогают, чтобы там админы не говорили, но как бы прогресс все-таки есть. Слушай, я тут, кстати, пока ты рассказывал сейчас вот там что-то вставить, мне почему-то вспомнилось, PDB, который Plugable Database, Раклова из 12-й версии, мне тоже кажется, такая одна из идей с точки зрения унификации и более упрощения работы с базами данных, именно с выдачей баз данных, их администрирования в контексте облаков, централизованных каких-то платформ. Ты, наверное, слышишь про такую штуку? Да, конечно. Тоже легко взял, дал базу данных, где-то на какой-то своей ферме развернул, люди поэкспериментировали, попробовали, можно хоть каждому разработчику по базе данных выдавать. Ну да, это, собственно говоря, все идут в похожих направлениях в этом бизнесе. Если кто-то там делает хорошую базу данных, наверняка у них такие вещи тоже встречаются. Вот это был там раковый подход, сейчас появились контейнеры и так далее. Будем посмотреть, что из этого получится. Если помнишь, когда-то все хранили код в освоении, мучились, но это была единственная альтернатива. Поскольку все очень сильно мучились, вокруг возник целый зоопарк всяких version control systems. Там Mercurial, там кого-то не было. Перфорсы, да, какие только можно. И был полнейший зоопарк, все, кто в лес, кто под дрова этим пользовался. Это серьезные такие разработчики, всех крыльематом говорили, будем использовать SVN. И там, не знаю, в момент мерджа-релиза кричали там, типа, не подходите к SVN для мерджа. А потом, собственно говоря, в порядке этого зоопарка появился гид, сделанный людьми для понятной цели. То есть там ядро Linux менеджить. И внезапно он всех победил. Потому что все шли в каких-то направлениях с пониманием, что вот это вот не работает так, как надо. Надо сделать что-то получше. Но, видимо, шли в каких-то немножко других направлениях. А тут появилось что-то, что явно имело преимущество. Ну и, в общем, выпилило с пляжа весь зоопарк. Тут такая же точная ситуация. То есть все идут в каких-то похожих направлениях, но чуть-чуть по-разному. Ну, как бы здравая конкуренция – это всегда хорошо, в общем-то. Поэтому чем больше каких-то подходов, интересных идей мы увидим, попробуем, пощупаем, тем больше, даже если идея там, по сути, загнется, то она как минимум даст какой-то опыт и понимание того, что же реально нужно и какие моменты стоит обратить внимание, в общем-то. Ну да, что называется, не то, чтобы я вот так вот это самое готов был под этим подписаться на все сто процентов, потому что, ну, как у любого эксплуатационщика, у меня, конечно… Чем меньше, тем лучше, это, конечно. Да, я все время люблю сравнивать такого хорошего ДБА с такой, знаете, как это, помнишь, советская уборщица где-нибудь в школе, да? То есть, с одной стороны, она очень любит, чтобы нигде не топтали, с другой стороны, как бы, ну а что она тогда убирать будет, да? И, в принципе, вот как бы настоящий ДБА, он как бы как советская уборщица. Была бы его воля, он бы вообще закрыл бы доступ в базу всем, кроме себя, и приложениям, и разработчикам, и наслаждался бы базой, в которой все в порядке. Вот. Но, в принципе, как бы база данных нужна не для красоты и не для развлечения ДБА, а для того, чтобы, генерить вэлью для бизнеса, на который она работает. Поэтому, скрепя сердце, ДБА открывает туда доступ к каким-то там аппликейшн-серверам, приложениям и их разработчикам. Ну и вот, в общем, как-то в этом балансе… И сразу появляется, так сказать, чем заняться. Да, сразу появляется, чем заняться. Хотя, может быть, он бы пиво пил с большим удовольствием. Да, слушай, ну это хороший такой акцент, мне кажется, для нашей только технической части, но еще осталось несколько вопросов, которые тоже хотелось тебе задать. Вот, смотри, ты довольно так активно и часто выступаешь на различных конференциях технических, на хайлоуде стабильно и на прочих, но при этом, вот как мы в самом начале услышали, ты там вообще директор даже целой компании, то есть не какой-то там, так сказать, рядовой админ. Поэтому сразу вот отсюда вопрос, как тебе удается совмещать вот свои, так сказать, уже больше какие-то административные функции, все же которых у тебя явно немало, и при этом оставаться вот таким техническим экспертом, вот понимая даже, так сказать, там все подкапотную какую-то составляющую, пусть там не на суперглубоко, не на уровне там исходного кода Postgres, да, но тем не менее понимая, как работают какие-то фичи, функции там и прочие штуки. Ну, как, очевидный ответ достаточно простой, как как плохо, вот, тут что говорить, как бы административная работа и организация процессов, тем более, что, понятное дело, что если ты работаешь там в спорте и консалтинге, организация процессов крайне важна, и никогда не бывает хороша, ее постоянно надо улучшать. Это, конечно, занимает очень много времени, и, в принципе, на работу в поле руками она, конечно, времени не оставляет, да, то есть, как бы, любой ДБА, который работает в DataAgrid, он в Postgres понимает сильно больше меня, и я считаю, что это правильная абсолютная ситуация, и хорошо, что так. И не знаю, там, если какие-то вещи я там могу клиенту посоветовать или там сделать, то однозначно есть операции, которые я просто, как бы, не подойду делать, да, потому что, ну, как операции на сердце не обязательно должен делать, там, зав. отделением или главный врач, да, это, как бы, существует такая идея, да, но она не очень хороша. На самом деле, лучше их сделает тот, кто их делает регулярно, у кого набитая рука, у которого есть постоянный упражняемый опыт, да, то есть, то же самое. Конечно, конечно, да. Вот. Тем не менее, я, как бы, стараюсь быть в курсе вещей, то есть, естественно, ну, во-первых, как бы, через меня проходит даже в таком, как бы, формате комплайенса довольно много технических чатов саппорта, потому что это нужно иногда там разбираться, что там произошло и так далее. Это довольно сильно помогает. Вот. Такой момент. Второй момент, что все-таки я стараюсь какое-то время себе уделять на такие чуть более исследовательские задачи, да, то есть, например, там, в свое удовольствие в выходные покопаться где-нибудь там в потрохах постгресса, это, в принципе, там довольно сильно помогает. Там, попробовать поразбираться, почему это работает так, что там нового произошло там в линуксовом ядре, что оно стало так работать, что-то потрейсить, посмотреть на какие-то патчи новые, поразбираться там, насколько они хорошо работают. Если там, может быть, не хватает времени на какой-то полноценный ревью, то хотя бы посмотреть, а нельзя ли что-нибудь здесь отревьюить. Это, конечно, сильно помогает. Но, как бы, надо отдавать себе отчет, что это, в общем, уже не твоя основная деятельность, да, то есть, и какие-то советы давать с осторожностью, и где-то там себя гораздо больше перепроверять, потому что, ну, раньше как-то даешь совет там клиенту, ты абсолютно точно уверен, ты там эту операцию в базе данных или там эту проблему ты видел и там руками с ней что-то делал там 150, 100-500 раз там за последнюю неделю, и ты абсолютно уверен, тебе не надо ничего освежать. А если, соответственно, уже, как бы, ты в поле работаешь мало или вообще не работаешь, то понятное дело, что надо посмотреть, почитать документацию, потому что опыт – это хорошо, и на нем можно много чего сделать, но, как бы, если полагаться только на свой опыт в такой ситуации, конечно, рано или поздно в лужу сядешь. Да, но тут вот, смотри, тут же, я же правильно понимаю, смотри, все равно там конечным, ну, в смысле, с заказчиками, которые там приходят и хотят какие-то обсудить, там, обрисовать проблему, вначале не сразу же разговаривают там конечные инженеры, да, вначале это там проходит, ну, условно говоря, там через тебя, и вот тут интересный вопрос, насколько вот, как бы, как ты это себе представляешь, какой минимальный вот этот технический уровень должен быть, чтобы ты, как вот человек, как бы интерфейс там к заказчику, да, клиенту, мог более-менее, тем не менее, несмотря, так сказать, на свое там неполное знание там подводных всяких штук, показать экспертизу, что да, мы вот это понимаем, мы это можем, а уже, как бы, всякие детали технические, как бы, ну, останутся там конечным инженером, кто будет чем-то там заниматься, ну, то есть, понимаешь, да, то есть, ты, с одной стороны, там, не можешь знать всего, потому что, ну, понятное дело, но вот какой уровень должен быть, чтобы, когда там тебе приходит клиент и говорит, ну, вот у нас там такая-то проблема, и ты ему не говорил, типа, ой, сейчас подождите, сейчас я у себя там инженера спрошу, да, то есть, а вот ты, тем не менее, обладая своей экспертизой, мог уже как-то сложить какое-то представление, сформировать, или уже, как бы, примерно понимать, как, что может быть решено, тот или иной вопрос? Смотри, тут, как бы, база данных – это достаточно специфический рынок, и тут такой прямой ответ на твой вопрос, каким должен быть уровень, каким? Высоким, да, то есть… Не, ну, чем выше, тем лучше, это понятно, да, но… Смотри, даже более того, у нас в процессе пресейла практически всегда участвует ДБА, там, который, там, консультант и может, там, определить какие-то проблемы клиента. Почему? Почему высокий, почему мы так делаем, почему у нас людям, которые чисто от бизнеса, там, я не знаю, наш директор по маркетингу, я думаю, скоро начнет писать из-за запроса, если уже нет, да, то есть, почему это настолько надо погружаться в это дело? Потому что база данных – это, с одной стороны, очень клевая вещь для нас, тем, что она есть в любом бизнесе, да, любой бизнес вокруг базы данных, ну, как бы, без этого не бывает. Ну, данные – это, собственно, самое ценное, что может быть в любом случае, независимо от того, как… Кто-то их как-то хранит. При этом это, несмотря на то, насколько коровая часть это любого бизнеса, она максимально далека. То есть, если к вам приходит генеральный директор и говорит, у нас проблемы с базой данных, это свидетельство того, что проблема пипец большая, да, то есть, вот прямо так скажем, да, потому что в норме, там, бизнес, принимающий решения, слово «база данных» вообще не знает. То есть, если база данных, там, настолько имеет проблем, что периодически лежит весь бизнес, может быть, когда эти проблемы уже усугубились совсем, бизнес начнет знать это дело. Поэтому, как бы, жаловаться на базу данных так или иначе приходят люди не совсем от бизнеса, да, приходят люди все-таки какой-то технический менеджмент, который на самом деле знает детали. Поэтому, когда ты с ними общаешься, естественно, нужно как бы очень вникать в подробности, да, то есть, хотя бы на уровне того, какие у них проблемы, какие типовые проблемы у них могут встретиться, то есть, тут, как бы, очень сложно это решать на каком-то высоком уровне. То есть, с одной стороны, как бы, это может быть, вот, как бы, такой плюс, с другой стороны, например, сложнее выстроить взаимодействие с какими-то людьми, принимающими решения, которые не технические, да, потому что ты, очевидно, там, не знаю, пообщавшись с их технарями где-нибудь, там, например, на конференции, ты видишь, что у них проблемы, а дальше очень большая нетривиальная задача помочь их технарям, например, обосновать бюджет на то, что им нужно, там, вот, расширить экспертизу в этой области, здесь, там, починить то, починить и так далее. Потому что бизнес этой проблемы не видит. То есть, с одной стороны, как бы, да, уровень должен быть высокий и технический, и с другой стороны, это, там, свои сложности приносит. Ну, да, да, непросто. Какие, там, базовые знания, ты считаешь, нужны, вот, чтобы как-то в базах данных, базовые знания в базах данных, однако, как звучит. Но, тем не менее, вот, какая должна быть такая основа для того, чтобы хорошо разбираться? То есть, понятно, что, там, прийти со стороны, например, если ты, там, не знаю, был каким-то, там, технарем. Ну, вот, опять, даже у тебя же, ты же говоришь сам, что ты, в принципе, у тебя, там, не техническое образование, да, но насколько тебе было легко, и вот какие знания для тебя были важны, чтобы понять вот эту, как устроена база данных изнутри? Ну, скажем так, легко, конечно, не было, но тут это интересный вопрос, и интересен еще потому, что над ним сейчас очень много думаю, потому что на Highload'е, я готовлю к Highload'у доклад именно на эту тему, да, то есть, на Highload'е будет доклад, как сделаться крутым спецом по базам данных. О, это интересно, послушаем обязательно. Вот, и я сейчас много достаточно экспериментирую, много анализирую на эту тему. Если кратко, то есть несколько составляющих. Одна из составляющих – это, безусловно, набрать некую теоретическую базу, да, и с базами данных существует, как бы, две параллельных реальности, которые не совсем пересекаются, и, как бы, надо себе в голове, как бы, выстроить то, какая теория, там, тебе важнее, какая нужнее. Потому что, когда говорят «база данных», все начинают вспоминать Data и тому подобные книжки, в которых основная черта заключается в том, что там 80% революционной алгебры, а дальше немножко про базу данных. Почему? Потому что про революционную алгебру можно писать бесконечно, да, то есть тема абсолютно неисчерпаемая, да, то есть там как про объектно-ориентированные паттерны проектирования, да, то есть вот, в принципе, можно деньги на рынках зарабатывать рассказами, да. И, в принципе, для общения с базами данных эту теорию надо знать, но, как бы, в гораздо меньшем объеме. То есть вот есть замечательная книжка Новиков-Домбровская, такая сиреневенькая, про базы данных. Вот там эта теория сжата, изложена, я за это очень эту книжку люблю, хотя, в общем, как бы, она вообще, в принципе, хорошая и авторы очень грамотные. Вот. Ну, как бы, я вот ее прям советую всегда, потому что там очень сжато и немного этого. А другая теория – это, собственно говоря, транзакция, то есть почему базы данных устроены так или иначе, да, то есть если ты работаешь с базами данных, это надо знать, и это гораздо более важный кусок теории, который очень многие опускают. Почему там должен быть фрайта-хедлог, что такое двухфазный коммит, что такое двухфазное блокирование, что такое… Уровни изоляции хотя бы банально там, да, начались. А, собственно говоря, да, уровни изоляции, они оттуда приходят. А часто, как бы, ну, человек, который начинает вникать в базы данных, там, какой-то курс где-нибудь прослушал и так далее, он знает про революционную алгебру уже что-то. И хорошо, если дошел до уровня изоляции транзакций, но, как бы, уровень изоляции транзакций без понимания алгоритмов, которые там внизу… Их обеспечивают, ну да. Обеспечивают. Это, как бы, ну, такие магические заклинания, да, скорее, чем знания. Поэтому вот эту часть надо, конечно, хорошо знать. Она занудная, но, как бы, она очень полезная. Но это, как бы, только один кусок, да. Второй кусок, нужно очень хорошо разбираться, как ни странно, в таких элементарных админских и программистских вещах, да. То есть, если мы работаем с open source, это просто вообще must-have, да, потому что, там, тот же Postgres тесно завязан на механизмы операционной системы. Там много чего обеспечивает Linux, когда мы работаем с базой данных. Ну, и плюс к тому, как бы, Shell, иногда чтение исходников, вот эти вещи. Эти вещи нужно научиться делать быстро, да, то есть, эффективно работать в Shell, эффективно пользоваться Git, быстро разбираться с грепом, грубо говоря, что у тебя где в исходниках. Это такой фоновый навык, который очень нужен, да. То есть, например, вот для многих разработчиков очень сложно, там, вникнуть в то, как писать, там, код, контрибьючить в Postgres, не по той простой причине, что они плохие, там, сишники и, там, не знают, что сделать, просто потому, что они не успевают за этим темпом, да, то есть, там, закоммитили какую-то новую вещь, нужно быстро, соответственно, заребейзить свой патч и так далее, а это навык такой ручной, который отсутствует. То же самое, вот, в принципе, как бы с администрированием баз данных. То есть, быстрое использование командной строки и качественное, оно очень сильно помогает это все делать. Третий момент, это, собственно говоря, постоянное изучение своего продукта, на котором ты концентрируешься. То есть, концентрируешься ты на Postgres, да. Ну, хороший способ, прямо взял, там, есть такая замечательная вьюха ПГ-сеттингс. В ней масса полезной информации, там, все настройки, их максимальные и минимальные значения, текущие значения и так далее. Вот, прямо по ней пошел читать в документацию, что каждая из этих настроек значит. Я очень часто вижу, что народ этого не делает. То есть, ну, в принципе, есть там некое понимание, там, вот, шарит буферс, он там обеспечивает, это настройка, которая говорит, сколько шариной памяти должно быть от Дэна Postgres, да, для его всех межпроцессных взаимодействий. Но далеко не все прочитали этот параграф в документации. И, в принципе, вот, даже чтение вот этого вот дела, оно уже очень сильно поднимает скилл, да. При этом надо понимать, что все вот эти вещи, что я сказал, нужно будет делать одновременно. И это, как бы, еще одна составляющая, которая очень важна хорошим базистам. Хотя, в принципе, наверное, это для всех айтишников очень хорошо применимо. То есть, ты, как бы, должен отрастить несколько рук и постоянно это все делать в параллель, да еще когда тебя постоянно долбят какими-то там задачами другими. Вот эти вещи, во-первых. Во-вторых, для базданчика, как мне кажется, еще очень важно научиться рассказывать другим людям, что ты, собственно говоря, узнал. То есть, это могут быть, конечно, там, доклады на конференциях, это может быть там все, что угодно, но, там, понятное дело, что может начать следует, там, не знаю, с коллег по работе. Я вас уверяю, что, в принципе, как бы завести традицию объяснения, как работает какой-то функционал, который разработчики используют в базе данных, внутри базы данных с позиции ДБА, это очень хорошая практика, да, потому что обычно у разработчиков нет времени на это дело никакого, они не успевают с этим разобраться. А для базиста, особенно начинающего, это очень хороший момент вникнуть в проблему, разобраться и, возможно, тут же получить какой-нибудь абсолютно дурацкий вопрос, о котором он никогда не задумывался. И вот такой формат, он, на самом деле, очень здорово позволяет вникнуть и прокачать свой скилл в изучении каких-то кусков базы данных. То есть, это как бы, с одной стороны, многие говорят, да что я буду рассказывать, я еще сам ничего не знаю, а с другой стороны, ну, как бы, те вещи, про которые рассказал, уже знаешь. Не, не, ну, это известная тема, когда для того, чтобы как бы лучше структурировать свои знания, попробуй это кому-то расскажи и сразу поймешь, что на самом деле не все-то ты сам себе можешь объяснить. Конечно, особенно, когда тебе будут задавать вопросы, которые ты как бы и подумать не можешь. Так что, вот, да, изучать базы данных, Unix и какие-то куски теории и рассказывать об этом другим. Ну, хороший, хороший, мне кажется, совет. Дальше возникают еще разные такие вещи, да, то есть, накопление опыта ничем не заменишь. Тут, конечно, как бы надо расслабиться и накапливать его максимально безболезненным способом. Очень полезно помогает там оттрейсить какую-то проблему, да, то есть, там, берем PERF, берем там S-Trace и пытаемся выяснить, как происходит там что-нибудь, да, то есть, как там, не знаю, Postgres делает чекпоинт. После вот такого упражнения уже там знания, опять же, прокачиваются очень сильно. Ну, я представляю, да, особенно, если ты там никогда с S-Trace не связывался, просто для того, чтобы это запустить и увидеть все, что он выводит, чтобы понять просто, что это и зачем ты там. Конечно, даже если это у тебя не боевая база данных, если ты это все себе настроил, стал с этим играться, это уже большой скилл. Большинство админов, на самом деле, рано или поздно приходят к тому, что это надо знать и уметь, но очень мало кто это на стартовых позициях, например, умеет делать. Программисты системные бывают еще. То есть, да, тут надо как бы понимать, что если ты хочешь стать хорошим DBA, то тебе надо отчасти стать хорошим системным программистом, хотя бы на уровне чтения, скажем так, со словарем. Ну и да, ну и админом именно там каким-то линуксоидом, чтобы понимать, как работает операционная система, тоже очень неплохо было бы хотя бы в каком-то виде, потому что мне кажется, вот это вообще общая такая, ну, не знаю, там, беда не беда, но в силу того, что много людей там идут в IT с непрофильных каких-то специальностей, то отсутствует именно понимание вот этих базовых каких-то принципов вещей. Ну, то есть, да, там люди пытаются, типа, программисты сразу писать код, хотя там нет понимания, там, устройство сети, там банально там резолв, как резолв DNS происходит, ну, там, под капотом я имею в виду, да, и вот это она всегда нехватка этих знаний. Да и над капотом тоже, в общем-то. Да, вот, она дает вот эту свою, осадочек в конечном итоге на результат накладывает. То же самое и с базами данных, в общем-то, если как бы, да, можно там пойти сразу там читать, как там настраивать параметры, но если ты там не лезешь под капот и не понимаешь немножко процессы ниже лежащие, это всегда, всегда лучше их знать. Да, и на самом деле тут даже такой, как бы, момент сложный это, потому что в какой-то момент должно развиться чутье, как, до какой степени в этом нужно закапываться, да, потому что, в принципе, такие, как бы, core-хакеры редко бывают, там, за редким исключением, они редко бывают хорошими эксплуатационщиками, да, потому что всегда есть риск закопаться куда-то совсем черт знает куда, да, то есть я много раз видел, когда люди там даже в пазгрессовых рассылках на ерунду, которая там из опыта очевидна, как решать, да, там, кручением какой-нибудь гайки, начинают советовать, что тебе надо, там, заестрейсить то, заестрейсить все, и, как бы, топик стартер офигевает, потому что у него, там, проблема с боевой базой, ему никто в жизни не позволит, там, аудит безопасности поставить тот софт на продуктив, который ему советуют, вот. Есть такая проблема, то есть тут надо еще и не закопаться слишком глубоко в это дело. Ну, это, собственно, самая главная проблема вообще во всем, это найти вот этот компромисс между глубиной и шириной, что называется, да, вот тут, в общем, кому что. Слушай, ну, мне кажется, хорошая такая философская тема под конец завершения нашего выпуска, мне кажется, обсудили все, что, ну, может быть, даже если не все, то не последний раз все же, я думаю. Ну, обращайся. Да, я думаю, друзья мои, если вам тоже, там, интересно было, пишите ваши, там, комментарии, замечания, нам будет интересно. Вопросы, да, какие-то, там, Илье, обязательно мы на них, там, ответим, вот, если вдруг наберетесь еще что-то, то какие-то мысли, там, темы, предложения, о чем еще можно было поговорить, я думаю, Илья не откажется, придет еще раз в гости. Да, с удовольствием. Вот. Спасибо тебе большое, что пришел, было очень интересно, здорово, позитивно. Спасибо, было приятно пообщаться нам. Да, все, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока.